Я уверен, что украинская армия давным-давно уже победила бы противника, если бы не расхищение бюджета украинской армии Меня зовут Алексей Резников И бюджета Украины в целом Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья Вот только-только вышло расследование хороших расследователей о том, что в Дубае сидит практически половина всего украинского политикума Там всякие Тимошенки Отвалившие якобы оппозиционеры, которые все время никакой оппозиционной деятельности не вели, только расхищали местные бюджеты Опять-таки, просто бюджет страны Когда сегодня 70% пенсионеров живут за чертой бедности Это те самые, которые много чего лозунгов там толкали Эх там это Ну а сейчас они все отвалили, и отвалили, я должен заметить, не в Москву, а в Дубае почему-то Короче, на самом деле расхищаются тотально все Расхищаются так, как до этого не воровали Почему? Потому что, ну, во-первых, в Украине сейчас европейских денег уже больше, чем, наверное, в самой Европе И именно сейчас сладенькое время Когда вроде украл, но ты же как для армии украл Поэтому тебя не будут осуждать А в Украине уже можно было бы проводить хит-парады лучших воров Кто самую тупую схему, к примеру, придумал Кто самую хитрую схему придумал Это отлично, это можно было бы транслировать по национальному телевидению Я думаю, люди были бы у захвата Итак Если говорить о номинации Самый тупой вор месяца Ну я бы даже не сказал, что месяца А, наверное, десятилетие Это, конечно, лучший кандидат, псевдоволонтер Сергей Притула И его спутник за 600 миллионов гривен Я должен заметить, что у Сергея Притулы все было плюс-минус До того момента, как человек, которого он взял себе в подручные Это Сергей Стерненко Не начал раскрывать пасть на тех, на кого не надо раскрывать И мы просто предупреждали, что я уважаю бизнес Сергея Притулы Да, лох Сергей должен страдать, конечно же Можешь его обирать, как хочешь Если им нравится, то пускай Но просто пасти свои запаяйте Не запаяли, ну и понеслась Притула теперь в каждом интервью должен оправдываться за воровство Которое они замутили на дронах Да, наши, 600 миллионов, на что вы их вытратили? Я бы вы знали Но за спутник он оправдывается интересным образом Он говорит, что Резников, это министр обороны Подтверждает, что спутник очень нужен Резников это вор Под Резниковым сейчас качается не то, что качается А практически вылетает кресло Поэтому вы, воры, друг друга, конечно, покрывали Касательно спутника Там очень интересно И почему-то никто об этом не говорил Он принадлежит компании Некой Той самой компании IC Которая тесно сотрудничает с Российской Федерацией Именно они запускают свои спутники С российских космодромов И при этом спутники IC Участвуют в обслуживании российских космических миссий Это очень хороший кандидат Именно его нужно было проспонсировать для того Чтобы эта компания сделала вид Что она как будто бы передала в аренду Украине какой-то важный спутник Который, как я смотрю, больше всего летает над Тихим океаном Я не знаю, проводятся ли какие-то наступательные Отступательные действия в Тихом океане, в СУ Я о таком не слыхал Почему-то очень мало людей обратило внимание на то Чей именно это спутник И с кем работает эта компания Ну а касательно того, что с этого спутника Не было сделано ни одной фотографии Которая кому-то помогла бы Ну это просто уникально Это, считаю, уникально воровству Его подельник Сергей Стерненко Это тупой Рогуль И его, в принципе, его схемы Отличаются тупостью Но, тем не менее То, как он смог нажить 90% отката на сборе с дронов То, как он воровал даже на обогревателях Обогревателя для украинской армии Это тоже заслуживает максимум неуважения Сергей Стерненко со своими тупыми схемами У нас четко, однозначно находится на втором месте нашего хит-парада То есть, если вы не поняли, то по возрастанию давайте так Я бы, конечно, при Тулу с удовольствием поставил на первое место Собрать 15 миллионов долларов И не купить на них ничего Продав людям воздух Это надо уметь Ну вот Стерненко, он ворует даже на обогревателях Видите? То есть, такой На втором месте Ну а первое место На первое место У нас вырывается Причем с отрывом 45-й экспериментальный завод Механический завод Которым руководит Ляпун Николай, член партии Батькивщина Совместно с Министерством обороны Украины Этот завод смог откатить 500 миллионов гривен 500 миллионов гривен Поприветствуем, друзья 500 миллионов гривен воровано На армии Украины На ремонте и монтаже Кузовов для танковых мастерских, друзья О чем мы уже рассказывали В одном из прошлых выпусков То есть, откат составляет 93% А 93% это отрыв от предыдущих наших участников хит-парада Далее Мы же не оставляем эту тему И продолжаем рассказывать Про воровство Смотрите Перед вами договор о предоставлении услуг Между государственным предприятием 45-й экспериментальный механический завод Тем же самым И ООО Укрспецоборонконтракт Внимательно смотрим Что это за услуги они представляют Ремонт Ремонт А ремонт это золотое слово для вора Итак, они Ремонт Заключили договор Предприятие Украбронпрома Заключают договор И они ремонтируют 5 топливозаправщиков Марки АЦ-9 54-30 И АЦ-7 43-10 Стоимость ремонта каждого 1 миллион 89 тысяч Гривен То есть это 29 тысяч долларов Ну смотрите Ремонт Топливозаправщика 29 тысяч долларов Мне кажется Что Ну плюс-минус нормально Да Тут как-то без перебора 29 тысяч долларов Почему бы нет Окей А после этого Мы идем и интересуемся Сколько стоит Топливозаправщик Сначала мы интересуемся БУшными КАМАЗами Без труда Находим за 12 тысяч долларов Ну хорошо Давайте поищем Новые Попробуем Посмотреть Сколько они стоят На территории Украины И мы видим Что максимума Добивает Цифра Вот здесь Топливозаправщик Мы видим Это 1 миллион 500 тысяч То есть это Где-то порядка 40 тысяч долларов Вот тут Чуть больше Он вообще Нулячий Они без пробега Без пробега Новые Еще раз Отремонтировать Старый Задроченный Топливозаправщик Стоит практически Его стоимость Нового Нулячего А там у них Эти топливозаправщики Кучерявых годов Я боюсь Чтобы не Блин 81 Чудо Техника Такого не бывает Такое бывает Только в одном случае Когда воруют Они могли Бэушную технику Купить В три раза Дешевле Чем отремонтировать Свою Бэушную технику Вы знаете Мне даже страшно Представить Насколько Могла бы Продвинуться Украинская армия Какие бы Колоссальные Успехи Ее ожидали Если бы Не разворовывалось Все Если бы Не разворовывалось Тотально Все От сих До сих Когда 600 миллионов Гривен Превращаются В невидимый Спутник Когда 500 миллионов Гривен Превращаются В ничто Потому что На них Якобы Ремонтируют Кунги Какие-то Допотопные Которые Ставятся На допотопные Машины Когда Точно Таким же Образом Воруются Просто В три раза Больше Чем стоит Практически В три раза Чем стоит Машина Стоит ее Ремонт То вы Просто Вы понимаете Какой это Масштаб И Конечно же Об этом Вам должен был Рассказывать Не я Об этом Сухим языком Казенного Протокола Должны были Рассказывать НАБУ Так это Как так-то СБУ Правосудие Вообще Какое правосудие МВД Генпрокуратура И так далее Это все Вот цифры Которые я вам Называл Они должны Трансформироваться В сроки Для людей Шоколад Ни в чем Не виноват Пацаны Которые должны Их получать И сидеть А по законам Военного времени Могло быть И другое Еще Пацан К успех Ушел Но к счастью К счастью Не применяются Законы Военного времени Или применяются К тем Кто там Якобы Выдан За Какого-то Наводчика Ракет Который Помните Вот этот Бред Мелком Рисовал Чтобы ракета Туда прилетела Прямо В мелок И вот эти Люди Их Привлекали Их Сажали Их Убивали Помните Ножом в глаз А вот эти Которые Просто Тупо Разворовывают Армию Они продолжают И разворовывать У меня все Друзья мои Эти вопросы Надо переадресовывать Конечно же Надо Но Может быть С той целью У меня И закрыть Доступ Моему каналу На территорию Украины Знаете Чтоб поменьше Трындел Пока Как я обещал Собрали кучу денег Больше 4 миллионов Купили Современную технику Сейчас ее Передим Люди поедут И будут Воевать На ней Вот пожалуйста Новейшие образцы Вооружения Чудо техника Все работает Все четко Деньги потрачены Недаром Николаевский Ванек Форева Продолжение следует... Продолжение следует...